Сеть управляющих компаний станет шире. С марта 2019 года у некоторых обслуживающих организаций появится представительство. Возможно, там разместят универсальных сотрудников, чтобы вдавать счет или оформить прописку. Вводится совершенно новый институт представительства управляющей компании. Предполагается, что житель от своего дома до управляющей компании должен дойти в течение 30 минут. Раньше данного требования не было. 30 минут пешком или на машине рассуждают руководители компании. Для разъяснений целый год. А неделю назад в силу вступило другое нововведение. На информационных стендах теперь должны указывать не только данные об обслуживающей организации, но и сведения о ресурсопоставщиках, телефон городской аварийной службы. Это актуально для тех, кто пользуется газом. Уведомления о ремонте, изменении платы. Любой житель должен понимать, кто его обслуживает, за какие деньги его обслуживают и какие работы производятся на доме. И для того, чтобы не тратить свое время на посещение офиса управляющей компании, встречусь с руководителями, не отвлекать, он должен подойти, найти на стенде информацию. Как выяснилось, такая информация есть пока не везде. Сегодня сотрудники госжилинспекции поехали с проверкой. В этом доме нареканий нет. Сведения полные, номера действующие. Отопление что-то подкапывает в подъезде третьем, Брестская 20. Сейчас проверим. Ежедневно в жилинспекцию поступает несколько десятков обращений. Большинство вопросов по начислениям и текущему содержанию. Теперь эти данные тоже должны быть размещены на стендах. Такие вот люди, ну бабушки, они такие вот, им надо почитать, все посмотреть. В каждом подъезде старшая. Она ксерокопирует этот материал, бабушкам раздает. В ходе проверки инспекторы обнаружили дом, в котором словно и нет управляющей компании. Старому деревянному двухэтажному строению требуется косметический ремонт. Но кто его должен производить, жильцы могут даже не знать. Этот дом является многоквартирным. Ко всем управляющим компаниям требования одинаковые, обязательные. Здесь необходимо, чтобы располагался стенд, но, как мы видим, его нет. Управляющая компания получит предписание. И если нарушение не устранят в срок, организация ждет штраф до 300 тысяч рублей. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости.